Друзья, всем привет! Если вы заметили последнюю активность, которая ведется на наших страницах и ресурсах в Facebook, в YouTube, в Twitter, мы говорим об управлении карьерой. Почему я считаю, что это так важно? На дворе сегодня нелегкая ситуация. Возможно, она продлится еще не один год. Мы все должны быть готовы к тому, что взять ответственность за свое будущее, за своих семей, за своих детей, на себя. Когда вы это примете, вы четко поймете, что вам делать. Возможно, вы наступил тот момент, когда вам хочется заняться своим собственным бизнесом, и об этом тоже мы с вами поговорим. Но большинство из нас привыкли работать, и это абсолютно нормально. Всего лишь 3 или 5% являются предпринимателями. Так вот, если вы работник компании по найму, неважно, специалист вы, руководитель, топ-менеджер, для вас существуют принципы управления карьерой. Карьера строится на плане, на стратегии, на ее достижении. Она базируется на ваших внутренних ценностях. Вы знаете, я являюсь специалистом в области корпоративного управления. Я всегда управлял компаниями. Так вот, удивительная вещь. Если ты берешь инструменты корпоративного управления и перекладываешь их на людей, они также эффективно работают. Ведь спросите любого руководителя, для того, чтобы он, если он хочет что-то достичь, что он делает? Он составит цель и доставит план. Почему же мы этого не делаем? Интересно. Инвестируйте в себя. Это лучшая инвестиция. Поиски работы, если это делать так, как делают все, занимают очень долгое время. До шести месяцев, а может быть до года. Даже в этом смысле это нельзя назвать поиском. Это лишь, по сути, пассивное ожидание. Мы размещаем вакансию или размещаем... Мы отвечаем на вакансию или размещаем резюме на одном из работных сайтов. И почему-то с полной уверенностью думаем, что мы занимаемся поиском работы. Так вот, поиск работы – это ваша активная жизненная позиция. Как я еще раз повторю, вы взяли ответственность на себя, для того, чтобы двигаться вперед. Мало того, даже если вы дошли до собеседования с вашим резюме, очень важно на собеседовании получить максимальное значение своей заработной платы по тому штатному расписанию, которое установлено в компании. Ведь на самом деле, подумайте, если вы правильно себя поднесли, если у вас есть персональное позиционирование, что является вообще основой управления и поиска карьеры, вы можете получить больше. Давайте посчитаем элементарные цифры. В случае, если вы претендуете на зарплату 100 тысяч, а вам дали вместо этого 80, ваш чистый убыток составил очень просто – 20 тысяч рублей. За год – это больше 200. За пять лет – это миллион. Что бы вы делали с этими деньгами? Это, в принципе, новая машина. Да, может быть, не такая хорошая, которую бы мы могли купить несколько месяцев назад или год назад с счетом инфляции и курсов волатильности в нашей стране. Но это серьезные деньги. Вы знаете, удивительная вещь. Сегодня 100 тысяч рублей – это не такие 100 тысяч рублей, как три года назад. Казалось бы, три года назад 100 тысяч рублей казалось маленькими деньгами. Но сегодня 100 тысяч рублей – это нормальные деньги. Ни одна компания в России не повысила зарплату в два раза своим сотрудникам из-за того, что вдруг доллар стоит в два раза больше. А что сделаете вы? Как вы защитите себя? Только от вас зависит, сколько вы получаете. Только от вас зависит, какая ваша карьера. Если вы работаете сегодня на одной работе, вы можете найти другую, более высокооплачиваемую. Но в этом есть ваша активная позиция. Так вот, если она у вас есть, я встречусь с вами на тренинге «Управляй своей карьерой». Пока! Субтитры создавал DimaTorzok